Дорогие выпускники, глубоко уважаемые родители, дедушки, бабушки, наших выпускников, братья, младшие братья и сестры, сегодня в вашей семье огромный праздник. Ваша семья вместе с медицинским университетом воспитала нового врача. Я должен сказать, что трудно придумать более торжественный и приятный день для медицинского вуза. Тогда, когда после тяжелейшей борьбы за медицинские знания появляется новый специалист, который прошел все ступенечки медицинского образования, прошел тяжелейшие испытания в виде зачетов, экзаменов, сдачи, пересдачи. Тем не менее, завоевал право получить диплом первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. Я сейчас хочу сказать следующее, что, поверьте мне, вот этот диплом, он красный или синий, но то, что в нем написано первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, всю жизнь будет помогать вам в преодолении самых трудных препятствий, в завоевании самых почетных или самых ответственных должностей. Потому что наш университет отличался всегда тем, что мы не гонимся за количеством выпускников. Мы прежде всего считаем, что самое главное – это качество медицинских знаний, общебиологических, теоретических, фундаментальных знаний, которые получают студенты нашего вуза. И именно они, вот наши выпускники, являются главной визитной карточкой нашего университета. Они есть в любом европейском университете. Они есть в самых разных, во всех практически научных организациях, образовательных университетах. И я хочу сказать, что где бы я ни был, за рубежом или в России, выпускники нашего университета всегда подходят и благодарят университет за те знания и тот авторитет, который он им передал с нашим дипломом. Потому что в любом месте диплом первого медицинского Санкт-Петербургского университета имени Павлова есть хорошая рекомендация, есть гарантия качественных знаний, есть гарантия хорошего воспитания, есть гарантия интеллигентности этого человека. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, это завоевание в вашей жизни. Это огромный рубеж, который вы взяли сегодня в формирование себя, как состоявшегося человека и специалиста высшей марки в этом мире. Но в этот день я вам хочу сказать, что этот рубеж вы взяли не в одиночку. Этот рубеж вы взяли со своей семьей, прежде всего, со своими родителями, которые с малых лет вас воспитывали как человека, который должен стремиться к прекрасному образованию и выбрать себе прекрасную специальность. Было это осознанно или неосознанно, но они в процессе воспитания вкладывали в вашу голову и душу желание помогать человеку. И вы выбрали эту специальность, опираясь на то воспитание, которое вы получили в семье и то образование, которое они вам дали. Благодаря их помощи вы преодолели первые годы в университете, преодолевая тяжелейшие барьеры анатомии, гистологии, фармакологии, микробиологии. И это все позволило вам на более старших курсах уже получить ощущение самостоятельного образования. Так вот, получая сегодня диплом, прежде всего, вы должны их поблагодарить. Вы должны поблагодарить родителей, бабушек и дедушек, своих старших, братьев и сестер, если они в этом помогали, и, конечно, учителей, которые вкладывали душу, интеллект, все свои знания, сканировали во всем мире все самое новое, что происходит в медицине, приносили и отдавали вам на каждой лекции, на каждом занятии. Поэтому вы получились вот такими, как вы получились. Отдельно хочу сказать о той ситуации, в которой мы оказались буквально накануне выпуска и завершения обучения наших шестникурсников. Это эпидемия, пандемия новой ковид-инфекции, которая, по сути дела, перевернула вообще ситуацию в мире, у нас в стране. Но я должен сказать, что наш университет, и тут я должен поблагодарить и всех преподавателей, и студентов, которые у нас оказались очень, скажем так, дигитализированными и продвинутыми в современных информационных технологиях, которые без труда смогли перейти на онлайн-режим обучения, продолжить обучение в полном объеме. И, конечно, не могу сказать добрых слов тем, кто поработал волонтером, кто поработал в ковид-центре, которые, так сказать, смогли сочетать и завершение обучения, подготовку к итоговой государственной аттестации и помощь в преодолении этой тяжелейшей проблемы. Я вам хочу сказать, что это было ваше добровольное решение, но оно тоже вас будет сопровождать всю жизнь. Потому что всегда мы будем помнить этот год, и этот год всегда будет одним из рубежных экзаменов в гражданской позиции тех людей, которые стояли перед выбором – помогать или уединиться. Я желаю вам успешной профессиональной траектории, извините за такие слова, а вообще вашей реализации как специалиста, получить именно ту специальность, которой у вас лежит душа. Если на пути к этой специальности лежат ступенечки, которые вам нужно обязательно отработать, отработайте их, но стремитесь туда, куда вас влечет ваше сердце, и тогда вы будете замечательным специалистом. Я от всей души желаю вам удачи и поздравляю с этим замечательным днем. Продолжение следует...